51-й ежегодная международная конференция Европейского общества клинических исследований объединила участников из таких стран, как Италия, Испания, Португалия, Германия, Швейцария, Россия и другие с целью продвижения результатов научных исследований в медицинской практике. Результаты исследований ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ были представлены практически во всех секциях конференции. Конференция была очень познавательно и интересной, поскольку были представлены различные направления медицины, это и кардиология, и гематология, и скелетно-мышечные заболевания. Это позволяет нам принять какой-то новый опыт, поделиться своим опытом, пообщаться с зарубежными коллегами, позволяет в итоге по-новому взглянуть на какие-то свои работы. Важно и то, что из 20 субсидий, выделенных ученым на участие в конференции, две получили сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Магистрант кафедры биохимии Елена Валеева и ассистент кафедры морфологии и общей патологии Айгуль Шифигулина. Работа была посвящена изучению звездчатых клеток печени. Мы считаем, что они являются стволовыми клетками печени. И мы проводили трансплантацию их животным, получили хорошие результаты. В число победителей в номинации «Фундаментальные клинические исследования» также вошли два представителя Казанского федерального – Эльвира Заикина и Михаил Маликеев. Мой доклад был посвящен поиску генно-клеточных методов лечения заболеваний, которые сопровождаются хронической ишемией нижних конечностей. Экспертная группа Конгресса отметила и стендовый доклад сотрудницы научно-исследовательской лаборатории OpenLab Екатерины Гараниной, посвященной исследованию цитокинового и липидного профиля у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, являющейся распространенным инфекционным заболеванием не только на территории России, но и за рубежом. «Доклад прошел достаточно оживленно, вызвал дискуссии, вопросы, и мне было безумно приятно, что он вызвал интересы стороны моих коллег из других стран». Немаловажно и то, что делегация Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета была особо отмечена организаторами конференции, так как она оказалась наиболее многочисленной. Разнообразные тематики исследований в сочетании с применением передовых технологий способны вызвать глубочайший интерес к развитию международного сотрудничества. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.